Всем привет-привет! В этом видео я покажу вам свои покупочки, новиночки, подарочки, а также расскажу немного о Турции, так как мы сейчас находимся в Турции. Думаю, вы уже поняли это по моему загару. В Турции загар липнет очень сильно, несмотря на то, что я пользуюсь SPF защитой 50, представляете? Мажусь регулярно и все равно я вот такая черная. Многих из вас интересовал вопрос о том, какая обстановка сейчас в Турции, что с отелями, какие цены и как вообще здесь сейчас, потому что теракт. Начну с того, что мы особо не переживали, потому что туристическая зона. Я надеюсь на то, что здесь ничего такого не будет плохого происходить. И вот мы уже 5 дней здесь и ничего плохого как бы не произошло, слава богу. Конечно, очень трагично, печально, страшно, опасно, но кто следит за новостями, наверное, в курсе, что в Алматы тоже недавно был теракт и город просто замер в потрясении. И для нас это был шок. Поэтому где сейчас спокойно, где сейчас хорошо, никто не знает. Никто ни от чего не застрахован. Поэтому мы просто полетели на отдых, потому что мы реально захотели уже покупаться в море. Нужно было Сару позакалять, ее покупать в соленой воде, потому что она часто кашляет, у нее в бронхит все это переходит. И мне просто необходимо было погреть ребенка. Еще так совпало, что мне нужно было срочно выехать из Украины, я уже об этом рассказывала. И мы пошли в турагентство, в обычное ближайшее. И нашли горящие путевки, ну реально по 300 долларов. Путевки нам обошлись на семью, то есть муж и ребенок. 900 долларов на 9 дней в Анталию. Отель, по-моему, 4 звезды. Ультра all inclusive. Лухари, короче. Я первый раз вообще отдыхаю в Турции, первый раз отдыхаю по системе, все включено. Еще и так дешево. Обстановка, по крайней мере, на территории нашего отеля спокойная, стабильная. Мы за территорию не выходим. На территории отеля немцы в основном турки и казахи, украинцы еще, да. Людей много, иностранцев много, люди едут и не боятся. Мы точно так же не боялись. Все. У меня, наверное, традиция, если я лечу через Борисполь, я обязательно захожу в Викторию Сикрет. Я знаю, что там есть бутик Викторию Сикрет, я знаю, что я туда должна обязательно зайти что-нибудь купить. В прошлом году, я вам уже показывала, я там приобрела вот такую косметичку большую, и в ней было зеркальце. Пользуюсь я этой косметичкой уже, наверное, второй год. Ну, год точно я уже пользуюсь ей. Я очень довольна. Она нигде не треснула, не порвалась, ничего плохого с ней не произошло. Несмотря на то, что я постоянно ее таскаю, она постоянно переполненная, замочек не сломался, даже вот бантик до сих пор не оторвался. То есть я уже знала, что мне нравится Виктория Сикрет, мне нравится качество косметичек, там каких-то трусиков, да. Я решила, что я обязательно зайду и там что-нибудь посмотрю себе. Еще мне нужна была пляжная сумка, я знала, что там они есть. Там было много пляжных сумок, в основном, знаете, все были прозрачные. Мне не очень комфортно, когда люди видят, что у меня в сумке лежит. Ну, зачем людям смотреть, что у меня там лежит, да, там могут валяться деньги, кого-то соблазнять эти деньги. Мне кажется, люди не должны видеть, что у вас лежит в вашей сумке. Я нашла очень классный вариант для себя, по крайней мере, потому что мы часто путешествуем и вечно не хватает места в багаже скорая. Здесь, кстати, наверное, в день, наверное, раз пять скорая проезжает. И у меня сразу в мыслях, боже, что-нибудь произошло. В Алма-Ате же тоже постоянно скорая проезжает. Ну, в принципе, может быть, это нормально. Надеюсь, что все хорошо. Этот вариант для меня просто идеальный, потому что эта сумка складывается вот в такую штуку, в такой кошелек. Она очень большая, эта сумка, и она просто складывается в маленький кошелечек удобный, который можно упаковать в чемодан, потому что в чемодане катастрофически всегда не хватает мне места. Как бы я ни экономилась с вещами, эта сумка вот так расстегивается и раскладывается в большой мешок. Когда она наполнена, она намного красивее смотрится, чем, конечно, в таком виде. Все, это потрясающая сумка. Я думаю, что она подходит идеально для спорта, для спортзала. Я буду носить ее в спортзал, скорее всего, в Алматы, когда вернемся. Но сейчас мне она нравится на пляже. Во-первых, еще потому что ее можно постирать. Ее можно закинуть в стиралку и постирать, это очень удобно. И вы сейчас, конечно, не удивитесь, я взяла еще дополнительно в эту сумочку непромокаемую, сумку с похожим принтом, тоже Victoria's Secret. Я взяла специально такую косметичку, которая не промокает, хотя, может быть, она еще промокнет через замочек, но я не буду на нее лить столько жидкости, чтобы она промокла. Вовнутрь я могу складывать телефоны, фотоаппараты, какие-нибудь принадлежности, которые я не должна намочить случайно. Деньги. Были скидки Victoria's Secret на бикини, на трусики 50%, и я решила себе купить вот несколько штук ярких, красивых. Вот. Конечно, я не могла пройти спокойно мимо блесков для губ от Victoria's Secret. Я люблю их, они такие милые, у них разные ароматики, они стойкие. Сейчас этот блеск на мне. В этом блеске для губ мелкий-мелкий шиммер с таким отливом лунного камня. Конечно, я не могла поехать на море без SPF защиты, и в Виннице я купила у косметолога, который ходила, геалуаль, по-моему, да? Правильно произносится? Геалуаль. Фирма – это SPF защита 50. Это крем для лица и для тела с SPF защитой 50. Шикарнейший крем. Я мажу им себя, мажу дочку свою с ног до головы мужа. Мы ни разу не сгорели. Конечно, мы загораем по определенным правилам, там до 12 и после 4. Поэтому, может быть, мы тоже не сгораем. Но я вам скажу, что шикарный крем. И еще раз повторюсь, несмотря на то, что SPF защита 50, я вон черная шоколадка. Неправда, что чем меньше SPF защита, тем лучше вы загорите. Это абсолютный миф, это неправда. Я думаю, что косметологи и девчонки, которые ходят к косметологам, знают, что это хорошая, очень швейцарская фирма. Они производят качественную продукцию. Это антивозрастной спрей для лица той же фирмы, гиалуаль. В составе этой термальной водички есть интарная кислота и гиалуроновая кислота, что немаловажно. Очень нравится мне этот спрей. И несколько раз в день я им пользуюсь. Ну, даже когда нахожусь на пляже. Ну, предпочтительно наносить на очищенную кожу, так намного приятнее. Примерно месяц назад мне доставили очень классную коробочку хамам-бокс с розовой водой, ароматической свечкой, мылом для хамама, мочалкой, кесса и удивительный мешочек с травами, который можно во время душа класть на голову. Так совпало, что я сейчас нахожусь в Турции, и мне как раз доставили эту коробку в Украину, и я приехала после этого в Турцию. А это коробочка из Стамбула. В первую очередь я бы хотела выделить розовую воду в составе розовое масло. Аромат просто потрясающий. Сара так полюбила брызгаться этой водичкой. Она подходит ко мне и говорит, мама, давай освежимся. Я себя брызгаю и ее так немножечко на лицо. Она просто кайфу. Здесь 100% натуральный состав, органический, ничего вредного, плохого здесь нет. Прекрасно освежает лицо. Я просто кайфую. Ну что, буду заканчивать. Я дочку оставила в детской комнате. Здесь есть детская комната с нянечкой в определенные часы. И я могу ее оставить, когда час пик, когда солнце пек на улице. Там у них кондиционер, они играют. Буду заканчивать, потому что нужно ее сейчас уже забирать. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...